Добрый день! Вы на канале Космическая соционика. И сегодня я бы хотела предложить вам шуточное типирование персонажей из Смешариков. Начнём мы с того, что обговорим несколько моментов. Типирование — это шуточное. Поэтому мы будем здесь типировать по поведению персонажей, по отношению персонажей между друг другом и по другим признакам, по которым я обычно не совершаю своё типирование реальных живых людей. Поэтому такой маленький дисклеймер. Мы всё это обговорили. И теперь приступаем к типированию, шуточному типированию наших персонажей. И первый у нас — это Крош. Крош — это явный открытый экстраверт, который хорошо взаимодействует с другими Смешариками, которому это легко очень удаётся. Он такой весёлый, активный, жизнерадостный. И в этом всём мы чётко можем увидеть черты этика и экстраверта. Но дальше у нас возникает вопрос. А кто это? Интуит или Сансорик? Но с Сансорик и Кроша всё вообще очень плохо на самом деле. Стоит вспомнить тот момент, хотя бы когда он красил скамейку. Вот там был полностью показан весь набор Сансорики Кроша. А именно... Ну, его там не было. Кроша испачкался весь сам. Испачкал всю скамейку. Испачкал всё вокруг. То есть Сансорики у Кроша нет. Ему сложно взаимодействовать с окружающим миром. Ещё помню серию, потому как Крош полез в жерло действующего вулкана. Серия называлась... У нас отличные новости. Отличные новости серия. Серия такая была. И вот в этой серии он полез в жерло действующего вулкана, чтобы доказать, что нужно быть жизнестойким, доказать себе, доказать своим друзьям. То есть здесь мы видим, что у Кроша сенсорика, ролевая у него, ролевая чёрная сенсорика. Он хочет показаться именно таким пробивным, таким стойким. Но Крош не соизмеряет реальную опасность. Ни с чем. Он не понимает, что происходит. И поэтому вся троица, Крош, Бараш и Ёжик оказываются просто в катастрофической ситуации. Так что мы установили, что Крош у нас интуит. И последнее. Мы можем поговорить про его логику ещё. Ну вот раз он этих, значит у него должна быть слабая логика. И свою слабую логику Крош прекрасно проявляет в серии, когда у него выпал молочный зуб. Он его пытался загнать назад в рот с помощью гравитации. Ну соответственно мы все понимаем, что такое невозможно. И что Крош потерпел провал с данной затеей. И сам Крош, он такой необязательный. У него, как говорят, 7 пятниц на неделе. Он ничего не планирует. У него всё происходит. Вот как ему душа велит. То есть он не рационал. Он ничего не планирует. И его можно назвать интуитивно-этическим экстравертом. Или Гексли. Дальше идёт лучший друг Ёжик. У нас лучший друг Кроша. Ёжик, напротив, это такой тихий, умный, интеллигентный смешарик. Он отличается от Кроша по очень многим параметрам. Но в чём-то они схожи. И поэтому они могут между собой хорошо ладить. Начнём с отличий. Ёжик, он вдумчивый. Он умный. Он многое знает. У него большая коллекция фактов об окружающем мире в голове. То есть его можно назвать логиком. Также у него очень интуитивный подход к жизни. Он очень философски мыслит. У него очень глубокие взгляды на жизнь. И особенно это проявляется в серии «Ёжик в туманности», где он очень интуитивно размышляет о жизни, о своей роли в этом мире, о бытие, о всём, что существует и так далее. То есть эта серия очень раскрывает ёжика как такого глубоко чувствующего интуита. Причём интуита белого. Итак, у нас ёжик – это логик белый интуит. Идём дальше. У ёжика слабая сенсорика. Ему достаточно сложно взаимодействовать с окружающим миром. Но у него сенсорика всё-таки чёрная, ценностная. Мы помним в серии, где ёжика позвали на замену играть в хоккей. Ёжик настолько сильно погрузился в хоккей, настолько сильно погрузился во всю эту чёрно-сенсорную борьбу, что сам, по сути, не заметил, как стал, по сути, профи в хоккее. А всё из-за того, что у него есть вот это стремление внутреннее поглощать чёрную сенсорику из окружающей среды. Так что у нас тип складывается как логик, интуит и интроверт. Почему ёжик-интроверт? Ну, я думаю, объяснить это не надо, потому что ёжик достаточно закрыт, он достаточно замкнут сам на себя, он постоянно в себе, думает о своём каком-то внутреннем мире, о своих каких-то интересах, и только, по сути, его лучший друг Крош его как-то отвлекает, развлекает, и вместе они способны свернуть горы. И в итоге мы приходим к тому, что ёжик ещё и к тому же иррационал. Да, с планированием у него получше, чем у Кроша, получше, но всё равно он не рационал, у него нет вот этой вот рациональной последовательности, и того мы получаем тип интуитивно-логический интроверт, или бальзак. Дальше у нас есть Нюша. Нюша, она у нас очень такая открытая, экстравертная, общительная, она этик, потому что она очень хорошо взаимодействует с другими смешариками, она очень активная, она с ними хорошо ладит. Но при этом у неё есть такая такая часть, которая отвечает за взаимодействие с окружающим миром, у неё хорошая сенсорика, ей всё, что связано с сенсорными вещами, легко даётся. То есть всё, что касается внешности, внешнего вида, здоровья, как правильно за собой ухаживать, у неё всё это по высшему разряду. Потому что сенсорика у неё присутствует, она сенсорик. То есть Нюша сенсорик. И также она иррационал. У неё, опять же, нет последовательности какой-то в её жизни, у неё нет потребности к планированию, у неё всё происходит, опять же, достаточно стихийно. и того мы получаем, что её тип сенсорно-этический экстраверт. Или Наполеон. Ещё у нас есть старшие смешарики. Это... Начнём с Каркарача. Каркарача — это как самый загадочный персонаж у нас в мультфильме. Он пожилой вор. И в нём достаточно плохо прослеживается его экстраверсия. Но она есть. У него есть ориентированность на стальных смешариков, на предметы из внешнего мира. И в юности он вёл очень подвижный, активный образ жизни. Он много путешествовал, о чём он постоянно рассказывает всем окружающим. Так что мы можем сказать, что Каркарач у нас экстраверт. Также Каркарач очень тонко разбирается в этике. В серии, где Каркарач был психологом, показано, насколько глубоко он понимает в чужой психике, насколько глубоко он может понять чужие проблемы и помочь их разрешить. Так что Каркарач у нас этик. Рационал для Каркарач? Конечно же, рационал. Потому что он придерживается чёткого расписания, у него всё по порядку, у него всё разложено по полочкам. И мы же определили, что он этик, сенсорик он или интуит. Мы можем сказать, что он точно интуит, потому что с сенсорикой у него дела обстоят неважно. И по всяким вопросам, которые касаются сенсорного мира, он ходит к Савунье. По вопросам лечения, по вопросам какого-то быта, он обращается к своей подруге Савунье. Итого, если мы сложим всё полученное, мы получаем этика интуитивного экстраверта или Гамлета. Вот такой, да, необычный получается Гамлет. Достаточно интровертированный, но при этом все функции у него на месте. Дальше у нас лосяж. Лосяж — это такой бодрый, неутомимый изобретатель, который постоянно что-то новое изобретает, творит. Он именно логически познаёт этот мир, так что можно смело сказать, что лосяж — логик. Также он интуит, у него сложности с сенсорным миром, он погружён в себя, он постоянно витает в облаках, в каких-то своих теориях, он постоянно что-то изобретает. И лосяж — экстраверт, он активный, он жизнерадостный, у него явный приоритет окружающего мира над внутренним миром. И он иррационал. Он, опять же, ничего не планирует, у него нет чёткого графика, нет какого-то расписания. Он просто живёт, как ему подсказывает, его сердце. Что он захотел, то он и делает. И в итоге тип лосяжа — это интуитивно-логический экстраверт или тонкий ход. Дальше у нас есть савунья. Савунья — она этик. Она хорошо взаимодействует с такими смешариками, она постоянно их мирит, она постоянно с ними как-то взаимодействует, она пытается их поучать, она пытается их как-то с ними как-то их просвещать на тему каких-то этических моральных ценностей. даже если они не приучаются к её ценностям, она всё равно настойчиво продолжает этим заниматься. И у неё трудности с логикой. Мы помним, в серии, где савунья потеряла свои рецепты, она как-то сломалась, она лежала и повторяла «Рецептики — мои рецептики». То есть настолько сильно её выбило из колеи потеря поддержки по логике. Савунья — явный и активный сенсорик. Всё, что она не делает, это делается в окружающем мире, это делается в сенсорном мире, это никак не связано с интуицией. И вообще интуиция у савуньи слабая. Вот той же серии с рецептиками, это у неё проявлялась также слабая логика и одновременно слабая интуиция. Потому что без каких-то чудо-рецептов она не могла ступить ни в шагу. Она не могла даже допустить мысли о том, что её жизнь не будет равномерной, предсказуемой и какой-то такой вот по рецепту. И Савунья — интроверт. Несмотря на то, что она очень хорошо ладит с остальными смешариками, ей нужно много времени, чтобы побыть одной, она постоянно погружена в себя, в воспоминания о своём прошлом, и в итоге тип савуньи — это этико-сенсорный интроверт или драйзер. И кто у нас ещё остался? У нас остался Копатыч. Копатыч — это такой крепко стоящий на своих лапах смешарик, такой очень сенсорный, у него большое хозяйство, у него всё в его лапах спорится, у него всё получается, он удачливый самсорик, также он логик, у него очень всё хорошо с логикой, он с Лосяшем постоянно обсуждает какие-то логические заключения, какие-то теории, они постоянно играют в шахматы, и вместе не скучно. То есть это указывает на то, что Копатычу всё, что касается логики, это всё ему легко, легко даётся, он логик. И Копатыч явный интроверт и иррационал. Интроверт он, потому что ему предпочитает всё-таки жить уединённо, жить в своём доме и поменьше взаимодействовать с остальными смешариками. А если ему понадобится общение, он с удовольствием его находит в компании с Лосяшем, с остальными старшими смешариками, а потом просто уходит обратно к себе с водом. А рационал, потому что, опять же, у него нет какой-то потребности к планированию, помимо просто его урожайных пассивных работ. Но они всегда требуют планирования, так что это не относится именно к личности Копатыча. В итоге тип Копатыча это сенсорно-логический интроверт или Габен. И у нас остался последний смешарик, это Пин. Пин у нас логик, ему очень легко даётся устройство всяких механизмов, он изобретатель, как и Лосяш, но в отличие от Лосяша, он более приземлённый, у него все работы какие-то более приземлённые, прикладное значение, и Пин логик, также Пин сенсорик, у него есть всё, что ему нужно для его жизни, в его доме, который он прекрасно обустроил под себя, чтобы удовлетворить полностью все свои сенсорные запросы. И, как ни удивительно, но Пин экстраверт на самом деле. То есть, он активно взаимодействует со смешариками, но он может как и взаимодействовать, так и не взаимодействовать, то есть он скорее ближе к амбиверту. Ему комфортно и в одиночестве вместе со своими механизмами, и в компании друзей смешариков. И также Пин рационал. У него всё чётко распределённо, распланировано, и в итоге мы получаем тип Пина логико-сенсорный экстраверт или Штирлиц. Итак, это были все смешарики. Если вы хотите, чтобы я протипировала каких-то ещё персонажей, обязательно пишите мне в комментарии. И до новых встреч! Всем спасибо за внимание и пока! Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...